За минувшие сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 56 человек, об этом сообщил губернатор Владимиров. Таким образом, за все время в регионе зафиксировано 943 случая заболевания. Между тем, 249 человек уже выздоровели, не представляет опасности для окружающих. Глава края призвал стабропольцев соблюдать все меры безопасности. Соблюдение режима самоизоляции поможет сдержать распространение инфекции. Губернатор Владимир Владимиров отметил волонтеров, которые в эти непростые дни помогают нуждающимся и участвуют в доставке продуктов. Жители края получили уже 177 тысяч бесплатных продовольственных наборов. Такую поддержку оказывают многодетным стабропольцам, малообеспеченным пенсионерам, одиноким матерям, семьям с детьми-инвалидами и школьникам-льготникам. Губернатор подчеркнул, доставка гуманитарной помощи – это кропотливый труд. Он заслуживает уважения и благодарности. Это все делают наши волонтеры, наши добровольцы, которые каждый день, каждый день выходят на эту работу и стараются, знаете, посильно, посильно, в мерах своих сил, но жертвуя своим временем, с временем, помогать нам. Ребята, огромное спасибо. От меня лично огромное спасибо. Жители Ставрополья получат социальный выплат за май до 10 числа. Речь идет о всех краевых мерах поддержки. Это пособия многодетным семьям, выплаты ветеранам труда, компенсации платежей за услуги ЖКХ. Общая их сумма составит почти 600 миллионов рублей. Деньги уже получили больше 360 тысяч человек. Также в Краевом министерстве труда и соцзащиты рассказали, что в течение грядущего месяца начнется выплата пособий на ребенка от 3 до 7 лет. Претендовать на них могут семьи, где родители зарабатывают меньше прожиточного минимума. Чтобы помочь учиться во время самоизоляции подрастающему поколению, Общероссийский народный фронт запускает акцию «Много дарю» – компьютер детям. Это новый проект поддержки многодетных семей, нуждающихся в дополнительной технике для обеспечения учебного процесса. Жители могут пожертвовать подержанные компьютеры или планшеты, а волонтеры приведут их в порядок и передадут технику в семьи, где она нужна больше всего. Город Побратим Ставрополя-Пазаджик тепло встретил поздравления с Днем Победы. Праздничные баннеры в преддверии 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны отправили в Болгарию из Краевой столицы. Отметим, что инициатором установки баннера в городе Побратиме стал губернатор Владимир Владимиров. Он уточнил, что такой подход укрепит дружбу между муниципалитетами. Субтитры создавал DimaTorzok